Детские деревни СОС – крупнейшая международная благотворительная организация, в состав которой входит более 500 детских деревень СОС в 134 странах мира. Возглавляет ее Сидхарт Хакаула. Президентом международной организации он был избран в 2012 году. И с тех пор колесит по свету, посещает деревни, общается с детьми, в ходе личного общения и бесед узнает о насущных проблемах ребят. В Мурманской области накоплен очень гигантский опыт. И только, например, в прошлом году знакомиться с этим опытом, опытом, как лучше помогать семье, как лучше помогать детям. Приезжали наши коллеги из Болгарии, из Украины, из Беларуси, из Казахстана, из Киргизстана, из Армении, Азербайджана. То есть очень богатый происходит обмен опытом. Мы думаем, что мы можем гораздо больше. Поэтому одна из задач президента – как раз посмотреть. Ну, а, наверное, самая главная задача. Ведь президента очень часто спрашивают. Причем его спрашивают простые люди, когда он приезжает в детскую, например, деревню в какую-то из стран, а он уже порядка в 60 странах. Или спрашивают, например, на самом высоком уровне, в той же Организации Объединенных Наций, а как живут ваши дети? А кто лучше всего может сказать, как живут дети, если не сам ребенок? И поэтому это очень важный момент, когда президент встречается с детьми, он спрашивает их, как вы живете. Вчера у нас была очень интересная встреча. Сид Хартха Каула в России был всего несколько раз наведывался в детские деревни СС, расположенные под Санкт-Петербургом и в Подмосковье. И вот теперь очередь дошла до Заполярья. Говорит, отправляясь в самую северную российскую деревню, думал, что будет очень холодно, даже прихватил с собой пуховик. Оказалось, климат у нас довольно комфортный и прием теплый. Русское гостеприимство. Впечатления от посещения Кандалакшской деревни у президента Международной организации самые положительные. Она полностью соответствует идее и модели, которую придумал создатель СОС-деревень. Здесь глава семьи – это мама, и у каждого ребенка есть семья. С нашей стороны мы стараемся сделать всё, чтобы дети как можно дольше поддерживали отношения с мамами СОС-деревни. И даже после выхода во взрослую жизнь не забывали семью, которая их воспитывала. Приятных моментов добавило и общение с ребятами, которые воспитываются в детской деревне. Встреча прошла в формате 100 вопросов взрослому. Мальчишки и девчонки смогли задать президенту Международной организации свои каверзные вопросы.